День Победы 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 И, наконец, наступает апогей. Колонна прибывает на площади имени Ленина. Ветеранов встречают аплодисментами. Начинается главное действие. То самое, что волнует и завораживает всякий раз и каждый год, словно бы наблюдаешь его впервые. Товарищ полковник, сводное подразделение на парад, посвященный 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, построено. Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Перед основной частью парада – митинг. Тогда, в 41-м году, наш народ столкнулся с воплощенным злом в лице нацизма. Антигуманные диалоги, основанные на ложной теории превосходства, отметил в своем выступлении глава администрации города Игорь Миронов. Это напоминание молодому поколению о том, насколько страшным является идеология нацизма. В одном из толкований так называемого генерального плана ОСТ чудовищного программного документа гитлеровского геноцида на оккупированной территории СССР говорилось, «Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе. Вы только вслушайтесь в эти слова». Проникновенные слова из заветы, обращенные к новым поколениям, ныне здравствующими ветеранами, непосредственными участниками борьбы с тем самым злом. «Мы преклоняемся перед теми, кто защищал нашу родину от фашистского ига и тех, кто трудился в тылу и в послевоенный период восстанавливал народное хозяйство». «Поздравляю вас с 77-й годовщиной и желаю всего хорошего. В заключении потомкам наказ я даю – от войны берегите нашу страну, не давайте врагу нашу землю топтать. Только это хотел бы я вам пожелать. Спасибо». И вот на главную площадь города выходят парадные расчеты. Участвуют в нем кадеты, студенты, призывники юно-армейцы и ветераны боевых действий. Четкий шаг и особая стать приковывают внимание зрителей. «Взюмите кандидатский соревнования границам, вузыки кадетского служения Отечеству. Стройными рядами проходят сотрудники учреждений Федеральной системы исполнения наказания». Большое и красивое зрелище продолжилось проездами тематически оформленных машин, каждая из которых изображала уникальную страницу Великой Отечественной войны. «Наш город – это Салават! Его доблестные победы! Слава Салаватцам! Ура!» «Салаватцам! Ура!» «Наш город – это Салаватцам! Ура!» «Салаватцам! Ура!» «Вспомним подвиги дней далеких, помолчи!» «Среди Бобороха с палианочкой дружим, и в лютой ветве с врагом медалем казачи!» С недавних пор неотъемлемой частью празднования 9 мая стало шествие Бессмертного полка. И по силе эмоциональной составляющей с этим моментом мало что сравнится. Больше 12 тысяч салаватцев поделились личной историей, и из них возник наш салаватский Бессмертный полк. Бессмертный полк. Браздник! Браздник! Спасибо! Молодец! Здесь каждый вспоминал и думал о своем, том самом родном человеке, что стал символом победы в его семье. За каждым история достойной экранизации. Мой отец Ходесников Павел Михайлович, командир «Зенит» и «Батареи», воевал под Москвой, имеет награды, медали, в Польше закончил. До Берлина дошел, в Берлин взяли. С Алихов, Валиула, Хабиб Рахманович, с Миякинского района. Расскажите, с кем пришли и почему все-таки важно привлекать, наверное, близких, семью, друзей? С семьей, ну и с друзьями тоже, чтобы показать, что они служили. Чтобы они знали, чтобы помнили, за что мы сейчас живем, почему мы сейчас живем вообще. Прошел не одну войну, в том числе японскую и корейскую, вернулся живым, хоть и с ранением, продолжил работать здесь, в городе. Обязан я своим предкам, дедам, отцам, бабушкам, матерям, которые ценой своей жизнью не побоялись, отстояли победу. А кто-то знает не только путь своего предка, но и подробности подвига. Мой дед Яков Гаврилович Смирнов родился 9 мая 1906 года в деревне Сухаревка, ныне это Медюзовский район. В ночь на 28 апреля 1942 года дед в составе демонстративного морского десанта высадился на мыс Пикшуев. Гитлеровцы бросили силы, предназначенные для наступления на Мурманск, на уничтожение десанта. В морпехе держали плацдарм две недели, отражая до десятка гитлеровских атак за день. Уже 2 мая 1942 года дед был тяжело ранен, эвакуирован с плацдарма. Почти весь десант погиб, но задачу выполнил. Наступление на Мурманск было сорвано. Мой прадед Касимов Оксан Ахметович погиб в годы Великой Отечественной войны. Он был сержантом, набирал на фронт молодых новобранцев, проводил обучение и уже после определенного обучения транспортировал их на фронт для сражений. Это мой прадедушка. Со слов дедушки я его застала. У меня дедушка, получается, был ребенком войны. Когда началась война, ему было 10 лет. И вот с его слов я очень много узнала, очень много пережила, наверное, этот период. Я считаю, что вот этот вот парад победы, бессмертный полк, он очень важен для каждого человечка, потому что мой патриотизм начинается с нас. Так, проходила одна из самых любимых и радостных дат в календаре. Да, 9 мая. Праздник со слезами на глазах. И в то же время это торжество победителей и их потомков. Торжество добра, справедливости и самой жизни. Зульфия Саурголов, Рустем Гайнанов, Радмир Загидуллин, Хельшат Канюков, телекомпания «Слават».